Добрый вечер, в эфире «Вести» Карачао-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Сильные осадки обрушились накануне на Абазинский район. Примерно в 6 вечера в Главное управление МЧС России по Карачао-Черкесии поступило сообщение о том, что в связи с комплексом неблагоприятных явлений, прошедших на территории Абазинского района, размыло внутрипоселковые дороги в аулах Эльбурган и Инжичукун. Забиты придорожные канавы, нанесен ущерб сельхозпосевам. Также поступила информация о том, что на территории агрокомбината Южный прошел сильный ливень с градом побитых стекла тепличного комбината. На оперативном совещании начальник Главного управления МЧС России по Карачао-Черкесии, Александр Голоколенко, доложил главе республики Рашиду Борисбевичу Кемрезову, что ситуация по комплексу неблагоприятных в метеоявлений в субъекте была прогнозирована. Затопленных жилых домов не зафиксировано. Угрозы жизни населению нет. Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС России республики. В связи с комплексом неблагоприятных явлений, прошедших на территории Абазинского района, размыто внутрипоселковые дороги в аулах Эль-Бурган и Инжичукон. Нанесен ущерб сельскохозяйственным посевам. Работает комиссия по оценке ущерба. Сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов провел прием граждан в Черкесске. На встрече присутствовали вице-спикеры Руслан Тамбиев, Евгений Гордиенко и мэр Черкесии Алексей Баскаев. Горожане обратились к руководителю региона с различными вопросами и просьбами. Подробности у Мурата Дженкезова. Жители республиканской столицы обратились к Рашиду Тимрезову с самыми разными вопросами, касающимися ремонта дорог, благоустройства дворов и материальной поддержки. В частности, жительница Черкеска попросила оказать содействие в благоустройстве придворовой территории. В ходе общения глава республики, узнав, что жительница является многодетной матерью, сообщил, что в настоящее время решается вопрос о строительстве филиала детской поликлиники в районе космонавтов. Хотела бы к вам обратиться с посьбой по тротуару на улице космонавтов. Больше лавочек, урн, я не знаю. Болопочек? Да. Ваше поручение будет выполнено. Вам крепкого здоровья, детишкам передавать и приветы большие. Хорошо. Да. А мы ваше поручение будем выполнять. Ещё один вопрос, ставший вперёд проливных дождей, одним из самых актуальных – это обильные воды на некоторых улицах города. Сейчас нам делают реконструкцию и улучшение дорожного полотна по набережной. В связи с этим хотелось бы отвод дождевой воды с улиц Ставропольской и Лермонтова. Когда дожди проходят по улице набережной, ещё часами вода бурным потоком идёт по набережной, затапливая дворовые дворы и подвалы людей. Так как дорога приподнята, и вода бурным осваивает, и всё во двор заходит. Всё во двор заходит. Рашид Тимрезов еще раз напомнил собравшимся о необходимости прислушиваться и учитывать мнения горожан при благоустройстве города. Люди, которые живут, они лучше знают, ну как бы, по крайней мере, подскажут, ничего плохого. Понятно, есть там разные мнения, но коллективное решение и ответственных людей, которые там проживают. Его обязательно надо прислушиваться. Ремонт слива по улице набережной будет решён в течение двух месяцев. На улице Комсомольской запланирован ремонт дороги, а его сдача в эксплуатацию намечена до конца июля. На встрече больше всего горожан интересовали вопросы благоустройства. Меня интересует такой вопрос. По улице Комсомольской возле управления своей защитой, возможно ли там установить несколько парковых скамеек и расширить парковочную зону? У нас проблема возникла давно. У нас в связи с тем, что по Красноармейской сделали дорогу не один раз, она поднялась, и у нас образовались лужи. И зелёная зона не продолжена со стороны переулка Одесского. Как бы хотелось, чтобы была зелень, красота. Мы обязуемся сами всё посадить, только нам нужна клумба. А ещё в Черкесске скоро появится ночная футбольная лига возле гимназии номер 17. Для этого Рашид Тимрезов дал поручение провести нужное освещение, оборудовать зрительные места и так далее. На встрече рейс зашла и о крытых сценических площадках, на которых могли бы выступать различные творческие коллективы. Эти пожелания горожан включены в план развития республиканской столицы. По всем вопросам и пожеланиям приняты положительные решения и определены конкретные сроки. Далее глава республики осмотрел помещение школы-интернат имени Латоковой, где завершён масштабный капитальный ремонт учебного корпуса, столовой, спортивного зала, общежития и территории учреждения. Теперь здание соответствует всем высоким стандартам образовательного процесса. На месте Рашид Тимрезов принял решение и о том, чтобы такой же масштабный ремонт провести и в коррекционной школе для слабослышащих детей. Мурат Шанкёзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Предварительное голосование День России накануне завершилось по всей стране. Праймерис проходил с 24 по 30 мая. В 8 утра в Карачаево-Черкесии открылись все 50 участков, которые работали с соблюдением всех установленных санитарных требований. Глава республики Рашид Тимрезов принял участие в предварительном голосовании. Оно проходило двумя способами – электронно на платформе госуслуг и очно на участках. Люди могли выбрать, как им удобно. Участие в праймерис – это возможность непосредственно участвовать в процессе выбора кандидатов, которые будут представлять не только партию, но прежде всего жители республики, на предстоящих выборах сказал глава. Свой голос за кандидатов Единой России ход дал и спикер парламента Александр Иванов. Единая Россия – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнений избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. В нем могут принять участие все желающие. В этом году половина кандидатов – волонтеры, общественники, профессионалы с активной жизненной позиции. На этом же участке проголосовал и руководитель администрации главы и правительства республики Муратозов. Партия Единой России – единственная партия, которая проводит в такой открытой форме эту процедуру. Ну, наверное, еще и потому, что мы несем ответственность за те решения, которые сегодня принимаются в стране. Кандидаты у нас все достойные, но нам надо из достойных выбрать одного. Поэтому каждый должен дать свою оценку. Нам с этими людьми дальше будут, они нас будут представлять в Москве. Принял участие в праймере свой министр природных ресурсов и экологии Крачево-Черкесии Джошарбек Хузденов. С утра он пришел на третий участок, счетный участок в Центре образования «11» Черкеска. Джошарбек Хузденов считает предварительное голосование важным мероприятием, дающим партии «Единая Россия» понять, кто из кандидатов наиболее популярен среди населения, чья программа наиболее близка и значима для людей. С утра на этом участке наблюдалась большая активность, ведь предстоящие выборы определят, в каком направлении будет развиваться жизнь граждан в будущем. Активность по избирателям очень высокая, идут очень много людей. Все нормы по санитарным соблюдаются, выдаются на входе маски людям, ручки, как бы все это есть. Люди проходят, голосуют, уходят. Не знаю, у людей настрой очень у избирателей дружелюбный, все проявляют свою гражданскую позицию. Уже названы имена лидеров праймери «Единая Россия» в Карачао-Черкесии. Наиболее высокий результат по одномандатному избирательному округу у министра природных ресурсов и экологии Джошарбека Узденова. Он набрал более 38 тысяч голосов. В списке кандидатов по федеральному избирательному округу лидирует действующий депутат Госдумы от республики Михаил Старшинов. Свои голоса ему отдали более 36 тысяч избирателей. МЧС предупреждает, 1, 2 и 3 июня местами на территории Карачао-Черкесии ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром. На реках подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачао-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, днём в отдельных районах сильный, с градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10, при грозе будут порывы до 15-18. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 10, а днём 21-26 и в горах местами 15-20. В Черкесии ночью небольшой дождь, днём кратковременный и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, при грозе будут порывы до 18. Температура ночью 13-15, днём 24-26 градусов тепла. Продолжаем выпуск. И вести из Оперштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общего количества заболевших в республике составило 20 445 человек. Из них 20 086 выздоровели, 122 человека госпитализированы. Единый государственный экзамен в этом году сдают только те ребята, кто собрался поступать в ВУЗы. Первый экзамен стартовал уже сегодня. По трем предметам – географии, литературе и химии – выпускники уже написали работу и теперь ждут своих результатов. Фатима Даурова успела пообщаться с экзаменующимися до начала ЕГЭ. До экзамена осталось буквально несколько минут. Родители и дети находятся в режиме ожидания. Некоторые выпускники говорят, что не спали всю ночь, готовясь к этому экзамену и настраиваясь психологически. Ну что ж, нам остается только пожелать им удачи и чтобы надежда на благополучный исход экзамена оправдала себя. Нервничают все – ученики и их родители. Но присутствие родного человека рядом успокаивает и настраивает только на хорошее. Это такой крепкий тыл, подкрепляющий уверенность в себе и в своих силах. Оказывается, это волнительно. Мы практически не спали. Ребятами пройден довольно большой путь до экзаменов. Помимо школьных уроков, дополнительное занятие, обучение с репетиторами и, конечно же, самостоятельная работа. Все для того, чтобы получить желаемый результат. И вот сейчас каждый из них ищет свою фамилию в табеле экзаменующихся. Целый год готовилась с учителем по химии, со школьным учителем. Ещё хотела дополнительно к учителю. Ещё сама там искала в интернете разные реакции, всё изучала. Смотрела также варианты ЕГЭ прошлых лет. Ну, я немножко волнуюсь, а в целом, думаю, сдам. Ты готовился к сердцу? Да. А почему именно химия? Куда собираешься? Ну, я хочу поступить на стоматолога. В Карачаево-Черкесии в этом году 574 выпускника сдают химию, литературу – 91 человек, географию – 29. Продолжительность экзамена по химии составляет 3,5 часа. Для проведения экзаменов на территории республики задействовано 16 пунктов, в том числе два на дому. При проведении экзаменов соблюдались все условия. Соблюдение санитарных мер, создание комфортных условий участника ЕГЭ, обеспечение безопасности, наличие медработников на местах. В пункте 102 города Черкеска проводится экзамен по химии. Этот экзамен по выбору. Дети выбрали те, которые планировали поступить в ВУЗы. Пункт готов к экзамену. Распределено 18 аудиторий. Из них две аудитории по спецрассадке. То есть это дети с ограниченными возможностями. Для них соблюдены все нормы, требования, все условия соблюдаются. Заходя на экзамен, выпускники, по сути, остаются один на один с листком бумаги на своем пронумерованном рабочем месте. За определенное время он или она должны успеть показать свои знания. Результаты экзаменов определят их планы на ближайшее время. А нам остается лишь пожелать всем ни пуха, ни пера. Фатима Дорова, Расул Бердия, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас премьера фильма по разным берегам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова